Привет всем, друзья, с вами Серёга, и наконец-то новогоднее обновление на 2017 год, и это будет очень круто! Ну, во-первых, конечно, добавили новую зимнюю карту Сибирь в режим выживания. Кстати, кто спрашивает про то, уберут эту карту или нет, нет, её не уберут, просто вот эти всякие мишуры, вот эти вот новогодние всякие петарды, их после нового года уберут, и, в принципе, всё, карта останется такой же зимней. Ну, по поводу карты, что я хочу сказать, ну, в принципе, как будто с ПВЕ немножко, ну, не в принципе, а с ПВЕ взяли, куски напихали, и получилась карта Сибирь. Знаете, хотелось бы, конечно, чего-то нового, ну, потому что действительно на большинство картах действительно очень сильно бесит то, что очень много похожих моментов с ПВЕ-миссии. Ну, то есть, действительно, это как-то не особо круто, ну, ладно, иногда это прикольно, но когда берут полностью карту и, там, просто пару объектов меняют, ПВЕ-карту и ПВП ставят, ну, это, конечно, прикольно, но как охрененно новую карту вводить не особо круто. Ну, выживание, что мы вчера на стриме играли, было, в принципе, прикольно, намного не больше понравилось, чем Африка и чем тоже самое ночная карта, потому что что-то хоть как-то более-менее на ней происходит, ну, естественно, новогоднее настроение, а как же без него? Так же очень много ачивок за эту именно карту, там собрались всякие жетончики и всё такое. Ещё добавили ангар Новый Год и нефтебазу Новый Год, но эти карты были как бы и в прошлом. Добавили на граната Снежок с потрясающим эффектом взрыва. Все гадали, что это за говно, что это такое будет, как они сделают так, чтобы люди Снежка им будут кидаться. Не, ну, в принципе, думал, что они просто гранату сделают, ну, что-то какой-то эффект там, складывание, думал, что это это новое. Снежка будьте по хлопушке, но нет, Снежок это просто обычная граната, которая с эффектом того, как он её лепит и просто бросает. Скорее всего, она будет продаваться за варбакс, ну, это не точно. Вернули комплект новогоднего снаряжения, опять же, из прошлого года. В комплект вот эти аптечки, патроны, ну, это всё как бы уже было. Полигончик поменяли там, наклеили ёлочку, всё такое. Ну, это уже было, в принципе, хорошо, новогоднее настроение, там, музыкальная тема. Это действительно круто, тем планом то, что, ну, Новый год, как бы, атмосфера будет. Вот, новогодние карты, магазин новогодний, ангар нового, склад новогодний. В общем, вы поняли. Изменено количество бойцов, которые могут играть под одной скобкой. То есть, в одной команде, собранной по индивидуальным приглашениям для быстрой игры в пвп. А теперь размер такой скобки ограничен тремя игроками. То есть, теперь, если вы захотите поиграть в пвпшки, то вы обломитесь, имея в виду, в скобке. То есть, столько можно будет позвать три человека с собой. Только, опять же, остаётся вопрос, а если ты просто цепанёшься к чуваку, который уже запустился, то есть, может быть, как это вообще будет? Для пве и рейтинговых матчей этот показатель остаётся прежним. Пять бойцов. Знаете, я бы очень сильно обрадовался, если бы на РМку тоже нельзя было цепляться больше пяти бойцов. Но нет, у админов мнение насчёт этого совершенно другое. То, что РМ это что-то типа КВ и должна быть какая-то командная игра. В общем, полнейший зашквар. Улучшена система кеширования модулей оружия, что дополнительно предотвращает вероятность появления фризов во время матча. Спасибо. Не, спасибо, это пофиксили, это класс, да. Теперь при установке на пистолет пулемёт улучшенного прицела точность повышается только в режиме прицель. То есть, раньше это повышало вам от бедра. Теперь только в самом режиме прицеливания. Вы поняли, да? Добавлена новая версия коллиматорного прицела AOTH 553, которая заменила старые ветки поставщиков. Первая версия теперь доступна по умолчаниям игрокам любого ранга. То есть, сразу была паника, то что вот этот круглый прицел, который стандартный, и все новички открывают, его нафиг убрали из игры. Но нет, теперь этот прицел будет доступен абсолютно всем, даже если вы ничего не открывали. А вот этот классненький прицел действительно заменён на охрененный прицел. Честно, он охрененный. Не знаю, я на стриме с ним играл, он мне очень, очень просто понравился. Появился набор секретных достижений. По поводу секретных достижений, где не написано, что нужно сделать. Вы чё, смеётесь, что ли, мать ваш? В папке с игрой написано, чё и для кого эти достижения. Так что, уверен, когда это добавят на основной сервер, вы все спокойно увидите, как сделать то или иное достижение. Потому что в файлах игры, папке с игрой всё написано. Просто в самой игре не написано. Уменьшена вероятность присоединения игроков под конец боя в режим близ, когда проигравшая команда близок к неминуемому. Знаете, это довольно круто, потому что меня уже заебало то, что меня постоянно кидает в тиму, которая проебывает 0.5. Спасибо огромное. Иконка Warface, панель задач будет мигать при приглашении в совместную игру. Тоже хорошая тема, лайк вам. Доработана система выбора очередного открытия предметов по направлениям у поставщиков. Очень круто. Изменено изображение на загрузочном экране. Ну это прям, это просто обосраться какой. Ладно, хорошо, давайте теперь серьёзно. Какой вот просто офигенный самый плюс этой обновы. То, что, конечно, добавили офигительный прицел на АК-47. Я уверен, что вас уже просто задолбали новостью про этот АК-47. То есть даже я так сильно его хотел, мне уже задолбало. Все подряд ролики называются прицел на АК-47. АК прицел добавили. Всё, задолбало, честно. Надеюсь, я так ролики тоже сам уже называть не буду. Потому что, ну честно, я уже не могу видеть название прицел на АК-47. Ну да, его честное слово. Но, действительно, нужно обсудить. Эта тема очень хорошая. И прицел довольно, ну, добавляет калашу играбельно. С ним теперь хоть кто-то будет играть. Теперь даже я с ним буду играть. Потому что ваншот в голову у него намного лучше, чем у АК-103. И даже если его абсолютно таким же ведут на основной сервер, я буду с ним играть. Потому что он нереально классный. Особенно золотая версия. Золотая версия, ещё плюс 5 патронов. Я сначала думал вообще. Только на обычный добавят прицела, а на золотой нет. А сейчас, понятно, и на золотой будут добавлять. Но есть, опять же, одна проблема. Его немного трясёт. Особенно, если у вас не будет боевых перчаток. Вы просто охренеете с АК-47 с прицелом играть. И начнёте требовать у админов рукоятку Сошки на АК-47. Не, а серьёзно. Мы выпросили у них прицел на АК-47. Пусть теперь дают прицел на... Чё там? Как его называют? Скорпион. Пусть дают рукоятку Сошки на АК-47. Давайте много чего будем нового просить. А почему нет? Вы понимаете? Если мы как-то все вместе захотим это. То получается, когда-то там через год, через два. Это в принципе вводят. Так что, друзья. Обязательно поддерживайте видео лайками. Может быть, действительно, когда-нибудь они ещё и ведут и Сошки на АК-47. Это просто будет нереальная конфетка. Но, опять же, скажу сейчас с прицелом. АК-47 очень классный ствол. И мне, честно говоря, очень понравилось. По поводу, кстати, ещё новогодней гранаты немного не договорил. Она тоже прикольная. И добавляет какую-то свою атмосферу в игру. Потому что, ну, действительно, вроде ничего нового, ну, из девайсов не было добавлено в игру. А снежок, он действительно добавляет какую-то атмосферу. Если особенно ещё все будут кидать эти снежки, а не обычный гранат на своей санной нефтебазе, то будет хоть что-то интересное. Потому что, сами понимаете, снежок, новогодняя атмосфера. Хоть и обычный гранат есть, но ещё и снежок. Как бы он взрывается, прикольный эффект. В общем, очень красиво. Второе. Опять добавляют донатную пушку в коробке удачи. Пушка, с которой сейчас, вы видите, идёт игра. То есть, мангул или манул, как она там называется, неважно. Она будет доступна в коробку удачи за кредиты. В обычной версии в золотой. Скажу своё короткое мнение об этой пушке. Если ей добавить урона, она будет нереально классной. Если её оставить такой же, как она есть, но добавить, к примеру, магазин в 50 патронов, она будет великолепной. Ну, какая она есть сейчас. Она просто хорошая. Она не охренеть какая нагибная. Больше я вам посвятовал бы сейчас. Проходит распродажа пистолета-пулемёта ПП-2000. Лучше купите его, потому что он действительно покруче. У неё и патронов дохерады. И он, в принципе, вообще классный. И классный. Вот, его тянуть не нужно будет в коробках удачи за кредиты. Его просто купишь и всё. Ну, это, опять же, на сейчасшний момент. Я не хер знаю, может, они его возьмут и резко и пофиксят. Так что, моё мнение насчёт этого пистолета-пулемёта немного... Ну, такое странное. То есть, да, он вроде прикольный и все дела, но патроны у него очень быстро улетают, потому что у него темп стрельбы, друзья, 1100. И патроны улетают просто за 2 или 3 секунды. Не, ну ты, конечно, если прям точно врага будешь стоять, ты его и убьёшь. Ну, если ты хоть немножко промажешь, то ты хер его не убьёшь. Поэтому ему либо нужно повысить урон, либо повысить магазин. Либо мне не ныть и оставить его таким, как есть. И пусть люди выбивают и играют, кто как хочет. Но, опять же, не по кайфу, когда патроны у тебя просто вылетают за 2 секунды, и ты ничего не можешь сделать. Перезрядка ещё не особо долг. Короче, магазин с патронами нужно больше или урон нужно больше. Всё. И будет просто замечательное оружие. Ещё каким-то образом поменяли прицел. Ещё каким-то образом поменяли звук на Айс Вал, но это нигде не написали. То есть теперь Айс Вал стреляет абсолютно с другим звуком. То есть сейчас у него звук вообще другой. Раньше у него был... Я не знаю, может быть его, конечно, и пофиксили, потому что звук, когда ты стреляешься с Айс Вала, ну, немножко, честно говоря, другой. Как будто темп стрельбы тоже стал немного хуже. Ну, в принципе, в общем, друзья, мне обнова действительно очень сильно понравилась. Ну, потому что она действительно классная. И как все думали, то, что вот прицел на калаш получит только... Ребят, прицел на калаш получат абсолютно все, абсолютно, мать его, все получат прицел на калаш. Абсолютно, мать его, все получат доступ к торговой площадке. Абсолютно все. Просто админы не особо хорошо написали то, что... Блин, чуваки, ну вы купите, как бы, этот набор, ну, как бы, если даже не купите, ничего не изменится, и все равно все смогут получить к этому доступ. Они просто этого не написали, скорее всего, чтобы люди покупали. Ну, сейчас... Ну, сейчас известно, что все же все будет просто. Отлично. И я, я очень рад, потому что обнова действительно мощно. Обнова мне понравится. И это не все, что добавят в обнове, потому что в обнове еще добавят как минимум три золотые пушки и, возможно, золотой дым, про который я тоже скоро сниму ролик. То есть очень много всего планируется добавить в этом обновлении. Я просто уже жажду, чтобы его наконец-то добавили. Так что, друзья, я даже не знаю. Ждем, надеемся. И опять же хочу сказать. А нахер я купил доступ к этой херне? Вот я до сих пор не понимаю. Это мне хоть что-то даст? Ну, там, в принципе, да, какие-то пушки дадут. А, да! Еще в обнове добавляют пушки злой Санта. АК-103, Бинелька, Бизон и АМП ДСР. Вот, совсем забыл про эти пушки сказать. Вот, опять же, неизвестно, как их будут. Это не скины, это отдельные пушки. Опять же, неизвестно, как они будут их раздавать. То есть будут давать их как-то бонусами за что-то. Либо поместят их в коробке удачи из-за кредиты. Либо мне кто-то написал, типа, эти пушки получат только те, кто купил пропуск. То есть, опять же, как получать эти пушки останется неизвестным. Спасибо, друзья, за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте. С вами был Серега, всем удачи, друзья, всем пока.